готова готова всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами как всегда кин и доставайте ваши рапиры мы отправляемся на задание агентство локвуд и компания люси энтони джордж на первый взгляд трое обычных подростков но это только на первый взгляд на самом же деле эта троица состоит в агентстве локвуд и компания агентстве по поиску и устранению призраков полтергейстов и прочих в этом духе и нет если вы подумали что локвуд и ко это некий секретный правительственный отдел это не так призраки и борьба с ними давно уже обыденное дело как и люди работающие в таких компаниях люди способны видеть призраков и места их смерти такие как энтони слышать эхо смертей связанных с предметами принадлежащим призраками как это делает люси или как случае с джорджем способность и первого и второго но в меньшей степени и единственное что отличает локвуд и компания от прочих агентств это то что о них практически никто не знает и первое же их задание как команды заканчивается сожженным домом клиента но там где одна история заканчивается пеплом начинается другая куда более масштабная загадка разгадать которую вам предстоит в сериале агентство локвуд и компания и так начнем с того что сериал локвуд и компания основана одноименной фэнтези серии книг джонатана страуда которые я благополучно не читал поэтому сравнивать и говорить об изменениях и я не могу но можете вы так как в этом видео я разыграю первую книгу из серии а именно кричащая лестница на которой к слову как я понял основаны 2 и 3 серии сериала что нибудь чувствуешь если это кричащая лестница какая-то она тихая для участия в розыгрыше от вас нужно будет подписка на этот канал подписка на дзен поверьте мне это нужно ну а также лайк и комментарии в котором я попрошу вас написать ваше любимое фэнтези произведения неважно книгу или фильм победителя же как обычно мы определим рандомом все подробности конкурса вас будут ждать в описании кстати если хотите узнать побольше книжной серии то также в описании вас будет ждать ссылка на видео с канала буквандер ну а сейчас продолжим неужели это настоящая кричащая лестница возможно признаюсь честно увидев пост и узнав что локвуд и компания это подростковая фэнтези я немного напрягся и ожидал чего-то в духе ночи в магазине ужастиков то есть херовые дети актеры сражаются с херовым визуалом херово поданном сюжете с очень тупыми гэгами но как же я был приятно удивлен что и всего вышеперечисленного остался только херовый визуал да вы можете хоть да усер защищать сериал но визуал в нем херовый прям настолько насколько это возможно не знаю как в книгах описывались призраки но показаны не тут чисто с визуальной стороны но очень плохо могли бы подзаморочиться и выдать что-то более правдоподобное но это именно что касается призраков человеческом обличии другие же их проявления выглядят довольно неплохо что же касательно всего остального из упомянутого ранее то сериал все-таки сумел порадовать актеры хоть и не блещут громкими именами но все как один максимально приятные и органично смотрятся в кадре кстати что интересно я узнал что в книге джордж белый но не на одном из сайтов где читал комментарии от людей читавших первоисточник это не вызывало подгорания мама и папа милые но я не мог остаться у них четверо детей инженер 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 чудак что же насчет сюжета не скажу что он прям гипер интригующий простеньким я его тоже не назову но все же но в купе с общей атмосферой подачей следить за сюжетом все же интересно хотя и не прям настолько что нельзя оторваться что-то ищет ее но не может найти и мысль что она и ищет было невыносимой так у него есть цель значит это второй тип но в общем и целом сериал мне напомнил три других проекта мурашки или же ужастики ключи локов и ходячие мертвецы от первых двух это то что нечто что звучит как детская сказка преподносится на серьезных тонах и практически полное отсутствие юмористического тона играет сериалу только на руку но из-за этого шутки по типу взял все кроме штанов штаны для слабаков выглядят немного неуместными что ли благо тут таких шуток немного если вообще ни одна вот это но от ходячих мертвецов тут не объяснение начальной стадии происходящего скажем так то есть ходячих мертвецах нас просто сразу забросили в зомби апокалипсис который уже вовсю бушевал при этом не объясняя с чего все началось и как все развивалось ну а здесь же на забросили в мир в котором уже по улицам гуляют призраки как что и почему в сериале не объясняется возможно это объясняется в книгах знаешь у меня был друг который считал что это все не имеет смысла как это началось как распространилось и как стало только хуже чтобы мы не делали далее из технических моментов хотелось бы отметить музыку да я знаю что это дело довольно субъективное поэтому скажу только от своего лица мне музыкальное сопровождение очень понравилось конечно это не первый сезон академии амбрелла но все же музыка здесь всегда прекрасно играет на руку атмосфере что же касательно любимой темы netflix лгбт то ничего не чувствую тут этого нет да представьте себе в подростковом сериале от netflix нет этой повесточки причем уже во втором сериале то есть все же можно прописывать историю не тратя время на то что к ней не относится не уж то молодец netflix так держать напоминаю я ничего не имею против лгбт но когда они не служат вбросом а грамотно вписаны в сюжет ну и напоследок не могу не упомянуть интро как я всегда говорил интро у меня занимает отдельное место и тут она просто прекрасно ну и на этом моменте я предлагаю подвести итог лопут и компания достойный представитель своего жанра подросткового фэнтези сюжет в нем хоть и хранит тайны но он ими не перегружен но атмосфера и подача в нем хоть и довольно мрачные но благодаря ярким и харизматичным персонажем все не скатывается в нечто унылое проще говоря золотая середина подачи так бы я описал агентство локвуд и компания ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал и ставьте лайк также не забывайте про конкурс про яндекс дзен и комментарий но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока